МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Юлия Важенина. Главные события страны и Чувашии в репортажах корреспондентов национального телевидения смотрите сегодня. Проблемы были, но ситуация стабилизировалась. В Минэкономразвитии региона прокомментировали перебои в поставках продуктов в крупные торговые сети из-за аномального снегопада. Акцент на главном. На Всероссийском форуме родные и любимые Владимир Путин дал старт году семьи в России. Главное политическое событие года. Какие способы голосования на выборах президента страны будут доступны жителям Чувашии? До президентских выборов осталось меньше двух месяцев. Они пройдут с 15 по 17 марта по всей стране. Чувашия в числе 29 регионов, где наряду с традиционными избирательными участками будет работать и дистанционное голосование. Собираетесь ли вы голосовать и как планируете это сделать? С такими вопросами наша съемочная группа обратилась к чебоксарцам. Скажите, пожалуйста, вы в выборах президента будете участвовать? Да, конечно. А зачем, почему? Ну, как почему? Ну, во-первых, это конституционный долг участвовать в выборах. Да, буду. Всегда участвовала. Интересна мне политическая жизнь страны. Нет. Нет? Почему? Не до этого вообще. Нет интереса в этом. Обязательно. Почему? Ну, наверное, советское еще воспитание. Что если выборы, то надо сходить выборать. В выборах президента будете участвовать? Конечно. Мартин. Как? Почему? Как? Зачем? Надо выбирать. Ну, как Россию без президента? Как будете участвовать? Электронно или вот пойдете? Нет, я пойду пешочком. Я пойду очно. На избирательный участок пойду. Электронно не умею пользоваться пока. Сходить, наверное, лучше бы. Почему? Прогуляться просто. Электронно. Почему? Так удобнее. Вообще никаких сложностей. Ну, то есть вы уже? Быстро, просто, удобно. По старинке пойду на участок. Так удобнее? Ну, так привычнее, скажем так. А голосовать как будете? Электронно или на участок? На участке. Почему? Ну, мне так физически удобно. Я на участок пойду. Почему на участок выбираете? Ну, у меня рядом. Рядом там в пункт у нас избирательный. На участок пойду 15-го. А почему на участок пойдете? Рядом. Рядом живу. Близко мне. Я скажу лучше. Отпущу руками. Буду голосовать электронно, потому что это, мне кажется, удобнее. Из дома ходить не нужно. Электронное голосование пройдет на портале госуслуги. Всем желающим сделать выбор дистанционно, необходимо подать заявление с 29 января по 11 марта. Отмечу, те, кто выбрал такой способ голосования, уже не смогут участвовать в выборах очно. Если он захочет вдруг до 11 марта изменить форму голосования и прийти на избирательный участок, он должен также через единый портал государственных услуг отозвать свое заявление. На сайте избиркома Чувашии будет размещен список мест по муниципальным округам, где будет организована возможность, если у человека подал такое заявление, и вдруг у него что-то с устройством случилось, он не имеет сам возможности проголосовать дистанционно, то он может прийти в эти места и, соответственно, проголосовать. То есть там будет предоставлено соответствующее устройство для голосования и доступ к интернету. Вообще ДЭК и избирательные участки по месту жительства – лишь две из пяти форм голосования, которые будут доступны жителям Чувашии. Для тех, у кого нет возможности куда-либо выйти, будет организовано голосование на дому. Заявку для этого можно будет подать в избирательную комиссию с 7 по 17 марта. Третья форма – голосование по месту нахождения или по-другому – мобильный избиратель. Данная форма позволяет избирателю прикрепиться к любому избирательному участку, куда ему будет удобно прийти и проголосовать, если он на этот день не может проголосовать традиционно на своем избирательном участке. Не только на территории Чувашской республики, но и к любому другому участку в целом по стране. В населенных пунктах, где отсутствует помещение для проведения выборов или затруднено транспортное сообщение, организуют выездное голосование. 15 и 16 марта более 100 специально оборудованных автобусов приедут в 400 сел и деревень региона. Традиционно большое внимание на выборах уделят прозрачности и безопасности. На всех избирательных участках установят систему видеонаблюдения, а из 400 самых популярных будет идти онлайн-трансляция. Контролировать процесс будут и наблюдатели. Создан ШОН региональный, такие же штабы общественного наблюдения будут созданы в каждом муниципальном образовании. То есть эти лица будут непосредственно в дни голосования проводить мониторинг, проходить участки. Сначала они, конечно, будут еще проверять на готовность наших помещений, соответствует ли все этим требованиям, будут помогать нашим членам решить какие-то вопросы, случаи влюбления. Ближе к самим выборам члены избирательной комиссии проведут по квартирный и по домовой обход. В рамках проекта «Информ УИК» они нацелены дойти до каждого избирателя в Чувашии. 17 февраля по 7 марта обходчики подробно расскажут о дате и месте выборов, формах голосования и ответят на интересующие вопросы. О таком визите заранее должна предупредить управляющая компания. Сегодня президент Владимир Путин принял участие в работе Всероссийского семейного форума «Родные и любимые». В его рамках дали официальный старт «Году семьи в России». Чувашию на форуме представляет семья Семеновых. Как стало известно, их уже отметили специальным призом в конкурсе «Знатоки Родины». Форум «Родные и любимые» на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве собрал более 100 семей со всей страны. От Чувашии в нем участвуют Семеновы. Супруги Николай и Алифтина вместе уже 20 лет, у них пятеро детей. За несколько дней работы форума они не только успели поучаствовать в мастер-классах и дискуссиях, но и встретились с первым заместителем руководителя администрации президента страны Сергеем Кириенко в рамках трека «Знатоки Родины» конкурса «Династии России». Семьи знакомили с традициями своих регионов, культурными и историческими особенностями, а также поделились с историями династий, которым принадлежат. За обзорную экскурсию по павильону родного края Семеновых отметили специальным призом. В финальный день форума в его работе принял участие президент России Владимир Путин. Он встретился с участниками и победителями всероссийских конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейная» и дал официальный старт году семьи в нашей стране. Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передает традиции, знания. Укреплению института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, всесторонней защите детства, демографическим программам. Мы, конечно же, будем уделять и дальше первостепенное, как я уже говорил, внимание. Поздравляю вас, всех граждан нашей любимой страны, со стартом года семьи. Ранее Владимир Путин подписал указ о едином статусе многодетных семей и гарантиях, действующих для них на всей территории страны. Это один из первых важных шагов, сделанных в рамках проведения в России года семьи. Теперь по всей стране многодетными будут считаться семьи, в которых трое или более детей, а старшему не исполнилось 18 лет или 23 года, если он учится на очной форме. До этого критерии многодетности различались в зависимости от региона. Ольга Пырочкина с Национальной телевидением Чувашии. В Чувашии 2024 также объявлен годом экологической культуры и бережного природопользования. Его официально откроют 26 января. Об этом сообщили сегодня на брифинге с представителями СМИ. Там же рассказали о самых значимых экологических проектах, которые планируют реализовать в этом году. Одним из ключевых направлений работы в решении проблем окружающей среды остается нацпроект «Экология». В этом году в его рамках планируют завершить рекультивацию шлама накопителей БОС, а также строительство ливневых очистных на улице Якимовская в Чебоксарах и коллектора дождевой канализации в Новом Городе. Это почти в три раза снизит объем сброса загрязненных сточных вод в Волгу. Должна улучшиться экологическая ситуация и на малых реках. Большую озабоченность вызывает состояние малых рек Чуваши, которые испытывают большую антропогенную нагрузку. Большое количество очистных сооружений в республике устарели или вышли из строя. И это ведет к загрязнению водных объектов. Решение вопроса на сегодняшний день имеется. И Минстроем Чуваши подготовлена концепция строительства очистных сооружений и систем водоотведения на территории Чувашской республики. В течение года запланировано множество эколого-просветительских мероприятий для людей всех возрастов. Активизируется работа по научным экологическим исследованиям, в числе которых создание карбонового полигона и производство ветрогенераторов. Все это только малая часть всех планов. Итогом этой работы будет создание цифровой карты родников. Кроме того, будет создан интерактивный экологический атлас Чувашской республики, в который войдут природные достопримечательности, экотропы региона. Большое внимание планируем уделить продвижению экологического туризма на территориях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях. Все в наших руках. Как отметил министр сельского хозяйства региона, инициативы должны исходить от населения. Именно жители Чувашии лучше всего знают, какие экологические программы нужны их населенному пункту. В сельских населенных пунктах очень много прудов. По этой программе количество желающих почистить вот эти вот пруды тоже растет. В этом году, по-моему, около 60 прудов таких почистим. А было два года назад два пруда, а потом три. Теперь такое направление ввели, то есть можно этим механизмом воспользоваться. Ну, это как раз при инициативе граждан тоже государство поддерживает. Но все же главным итогом этого года должно стать повышение экологической культуры населения. Это и правильное обращение с отходами, и поведение в лесу, и отношение к природным ресурсам в целом. И на 2024-м такая работа не завершится. Все это в идеале должно стать постоянным образом жизни. Анна Центовская, Юрий Марков, Национальное телевидение, Чувашия. Торговые точки республики восстанавливают поставки продуктов после сильных снегопадов. Основной причиной пустеющих полок в магазинах в Минэкономразвитии назвали перебои в логистике. Когда изменится ситуация, рассказали журналистам, представители ведомства. С подробностями мой коллега Дмитрий Ковалев. Где-то опустили полки с овощами, где-то покупатели жаловались на нехватку колбасы и кофе. Главной причиной сбоя в поставке продуктов в Минэкономразвитии республики назвали напряженную дорожную обстановку и ограничение движения по федеральным трассам. Из-за непогоды образовались километровые пробки из фур. И так все выходные дни. Время четыре часа. Фуры самоорганизовались, встали в правую полосу. Левую оставили мелким легковушком. Поехали. На проблемы с доставкой продуктов жаловались только покупатели магазинов крупных торговых сетей. Товары сюда завозят через логистические центры из других регионов. По информации представителей федеральных торговых сетей «Магнит» и «Х5 Ритейл Групп», поставка товаров осуществляется в настоящее время в полном объеме. В распределительных центрах компании сформирован необходимый запас и ассортимент продукции. Товары первой необходимости на полках магазинов республики имеются. Продукция местного производства – молоко, хлеб, крупы – представлено в достаточном объеме. Магазины крупнейшей торговой сети республики «Чувашпотребсоюза» тоже испытали кратковременные перебои с доставкой. Сложнее всего было заехать в села. Хлеб и товары поседневного спроса мы завозили, только приходилось доезжать до деревни, перегружали там на санки, на салатки, местные жители помогали, доставляли до магазинов. Проблем с основанием населения, продукт питания на сегодняшний день нет. Полный ассортимент товаров во всех магазинах «Чувашпотребсоюза». Сейчас магазины «Райпо» обеспечены всеми необходимыми товарами. Пустых полок нет. Сформированный крупный запас в оптово-логистическом комплексе. У нас на сегодняшний день товарные запасы на 40 дней продажи. Это в наших магазинах «Райпо». Проблем в ближайшие недели и даже месяца с снабжением товаров мы не ожидаем. Но, кроме всего прочего, мы еще организовали сейчас в настоящее время доставку товаров по заявкам наших жителей. В 9 муниципальных округах у нас есть приложение «КопМак». Минэкономразвитие республики продолжает мониторить ситуацию с доставкой продукции в магазины. Поводов для паники нет никаких, уверяют Минэкономразвитие региона. Если сейчас где-то не наблюдается дефицит продукции, то в ближайшее время доставка будет восстановлена. Дмитрий Ковалев и Николай Скворцов. Национальное телевидение «Чувашия». За прошлый год в Чувашии отремонтировали 210 километров дорог с асфальтобетонным покрытием, 290 с грунтовым, построили порядка 12 километров дорог и 8 километров наружного освещения. Об этом на еженедельном совещании сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров. Всего в нормативное состояние за прошлый год привели 500 километров автодорог. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» работы велись на 68 объектах. Здесь общий объем финансирования составлял 4 миллиарда 668 миллионов рублей, из которых средства федерального бюджета 1 миллиарда 225 миллионов. И средства казначейского кредита 1 миллиард 188 миллионов рублей. Целевые показатели все достигнуты в полном объеме. Это доля автодорог, отвечающих нормативу по региональности 47%, по агломерации 80,85%. Далее, значит, кассовое исполнение составило 99,9%. Всего выполнено 68 объектов, отремонтировано 125 километров, конструировано 2,7. И отремонтировано 3 искусственные сооружения моста в протяженности 554 погонных метров и 8 километров линия дорожного электросвещения. В границах муниципальных округов отремонтировано порядка 80 километров автодорог. В сельских населенных пунктах 97,5 километров. По региональной программе дорожного хозяйства выполнен капремонт 10 километров дорог границах городских округов. Ремонт и капитальный ремонт 104 дворовых территорий. По программе инициативного бюджетирования выполнен ремонт порядка 190 километров сельских дорог. В 2023 году в Чувашии ввели в эксплуатацию более 700 тысяч квадратных метров жилья. В этом году строителям предстоит обеспечить ввод примерно на том же уровне. Такие данные озвучили при подведении итогов федерального проекта «Жилье», нацпроекта «Жилье» и «Городская среда» за 2023 год. Продолжается государственная поддержка, как на создание условий для дальнейшего развития жилищного строительства, так и на повышение спроса на жилье. В 2023 году в рамках программы «Стимул» на развитие состраиваемых территорий города Чебоксары направлено 169,5 миллионов рублей. У программы «Стимул» говорящие название. Она создает условия для развития жилищного фонда и повышения спроса на него. Так, в прошлом году в ее рамках в Чебоксарах построили сеть водопровода и две сети канализации в микрорайоне «Университетский-2». Также в микрорайоне «Воскресенский» по улице Зои Яковлевой появилась дорога с пешеходным бульваром. В перспективе строительство этих объектов позволит обеспечить ввод в эксплуатацию более 24 тысяч квадратных метров жилья, из которых 9 тысяч уже построено. Создается инфраструктура для дальнейшего развития жилья. Прежде всего, это, естественно, удешевление в целом самих работ, ну и заблаговременное создание соответствующих условий для того, чтобы люди, заезжая в новые квартиры в новых микрорайонах, уже имели развитую инфраструктуру. Потом в этом направлении наша задача, на мой взгляд, в этом году прибавить и догнать тех показателей, на которые мы с вами ориентировали в самом начале и взяли соответствующие обязательства. Обязательства, которые выполняются, к ним относятся переселения из аварийных домов. На совещании по итогам работы строительной отрасли накануне отметили, к концу 2023 года 605 человек улучшили свои жилищные условия. Это жители домов, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В 2022-2023 годах запланировали расселить 697 человек. Это 292 семьи, которые проживали в 34 аварийных многоквартирных домах. Сейчас завершается строительство многоквартирного жилого дома в Маргаушском муниципальном округе, куда переедут 33 человека, 15 семей. Расселение аварийного жилья проходит в рамках федерального проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда президентского национального проекта «Жилье и городская среда». Из-за сильных снегопадов, которые обрушились над Чувашию в конце прошлой недели, высота снежного покрова в Чебоксарах достигла полуметровой отметки. В последний раз такой уровень в январе фиксировали в 2011 году. Сейчас погода дает дорожным службам передышку от снегопадов и время на вывоз снега с городских улиц. Осадки сменились морозами и солнцем. Сегодня в ночное время столбики термометра опустятся до отметки в минус 15 градусов. По данным сайта погода21.ру, уже в среду, 24 января, солнце скроется за облаками и пойдет небольшой снег. К четвергу ветер утихнет, температура воздуха составит от 3 до 8 градусов ниже 0. По прогнозу синоптиков, погода с легким морозом и слабым ветром сохранится до конца января. Сильных снегопадов в ближайшее время не предвидится. Это все новости на сегодня, а я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»